Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1463. Событие дня. Иван Галатмофея, 22-29. Иисус сказал ему в ответ, не заблуждайтесь, не зная Писания, ни силы Божьей. За 14 декабря 2019 года. Ну и обращение о том, что помогли Игорю комбайн покупить. Хорошее обращение, хороший человек, найдутся хорошие люди. Помоги, Господи. Ну и вот то, что про игры 4 ролика, видно, что без обмана. Вот все, что здесь есть, считайте. Медленно я буду, не так и медленно прокручивать, а курсором задерживайте. Очень важные сведения, интересные, за события дня. Что сами узнали, другим даю. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Диме Тorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот тут некоторые материалы есть, я их вчера прочитал сам, но я охота, чтобы люди тоже знакомы были. Материалы довольно интересные. Вот в Америку едут люди, там жить хорошо в Америке, то другое, богатый будешь. Ну и вот статья есть такая, жизнь в России и в США, сравнение в цифрах. И получилось в пользу России. Вот некоторые ехали, тут жить, детей не прокормишь, в России и то другое. И кто-то поставил такое, говорит, крыши, крысы, сбежавшие с корабля, в обеде на него за то, что он не тонет. В России все жить невозможно. Ну как-то остальные же живут, сто миллионов-то живут. Вот морда такая кривая. Считал сегодня статью, где автор сетует, что прожить на 1250 рублей в сутки на трех человек практически невозможно. Я не спорю, жить сложно на эти деньги. Ни ресторана, ни поездки в Европу сюда не втиснешь. А как же живут люди за морем-то? Если у меня друг еще в 90-х эмигрировал в США, тогда там реально было лучше, чем здесь. А что он рассказывает о своей новой стране, как ему там «хорошо» живется? Ну и дальше все это поясняют. Вот посчитайте, зарплата у него, у русских в России, средняя 38 тысяч в месяц. Тогда было, когда он писал статью. Ну и в Америке 4 тысячи долларов, по-нашему 254 тысячи, 920 рублей. Ну и дальше перечисляют за коммуналку, за машину, за стоянку, за все. Сколько? И получается, что у русского больше остается в запасе. Друг снимает квартиру, платит за нее 200-2000 долларов. Это в Лос-Анджелесе, в городе Ангелов. Это еще дешево. На наши рубли за квартиру он платит 126 тысяч 860. Это нехило, я вам скажу. А у меня осталась зарплата 29 тысяч рублей, а у него 127 тысяч в рублях, если все. Ну и дальше еще начинают подсчитывать за воду, там за все. Там маслофильтры тут, а в Америке нельзя делать, только где-то специально кто-то делает. Сотовая связь. Вот он все, мужик, все по рублям разложил. Окончательный итог такой. Мой остаток осталось 10 тысяч, а округляю, ну мало ли, лишняя плюшка где-то завалялась. А его остаток по нашим деньгам-то 3000 рублей. Поэтому я в 6 часов работу закончил, закрыл пасть, как в анекдоте про начальника, и выдвинулся домой. А он остался на доработку, чтобы получить дополнительный доход-то. Или же месяц без пастфуда и на куриных окорочках, с ватой вместо хлеба. Еще забыл упомянуть, что квартиры у них там сдаются абсолютно без мебели. Если вы сняли квартиру, вам еще и обставлять надо. А если вы не верите мне, то седите и сами все проверьте. А почему оттуда они не возвращаются, раз там все плохо-то? Могу ответить одно. Как сказал мой друг, не имея опыта работы в России, мне будет хуже. Да и позорно как-то. Я же ехал за лучшей жизнью, а получается, что везде одинаково. Где-то в копейках я мог немного ошибиться, но суть, надеюсь, всем ясна. Вот, не знаю, как это понятно тут, нет, то, что прочитали. Вот такой материал я нашел, и материал хороший. Ну, еще один материал нашел, еще хороший. Так, это вот, еще один ролик. Это Украина и русская. Парижские тайны за кулисами нормандского формата. И вот как сейчас новое Зелинский, и как его принимают, не принимают, пиар. Ну, все разложили. Ну, что, говорит, комик, артист. Ну, еще он может сказать, что сделать. Ну, тут очень такая статья написанная, с подковыром хорошая. Просчитайте вот это, не каждый найдет этот материал. Здесь, говорит, украинский клоун так поносил президента Франции и канцлер Германии, что вряд ли эти двое сохранили к нему хоть каплю сострадания. Клоун. Ну, в самом деле, клоун, это специальность его такая. Ну, а кто был здесь у нас губернатором? Мужик, Михаил Сергеевич, сатирик. Ну, заменили сатирик, ну, пусть будет сатирик. Кочет рожи начинает Зелинский, говорит, не следит за своей мимикой. Зелинский, говорит, не следит за своей мимикой. Мам. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...